РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ И ГАЗПРОМБАНК АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВА ПРЕДСТАВЛЯЮТ ПРОГРАММУ МАМА ЗНАЕТ ВСЁ НА АВТОРАДИО Всем здравствуйте! Добрый вечер! Вновь на Авторадио самая семейная спортивная программа. Мы говорим про то, насколько судьба будущих чемпионов зависит от степени доверия им со стороны родителей. И само собой от уровня их поддержки. Невероятно интересно и трогательно погружаться в домашние истории, пользуясь доступом к самому главному человеку, к маме. Сегодня нас допускает Галине Николаевне Круговой. Она мама молодого, но уже очень известного в стране футболиста. Игрока футбольного клуба «Зенит» и сборной России. Данила Кругового. Здравствуйте! 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 Наша программа создана по инициативе Российского футбольного союза при поддержке Газпромбанка. В студии ведущие Татьяна Гордеева и Катрина Гайсина. Галина Николаевна, будем сегодня говорить про вашего сына. Вот мы отметили в самом начале, что Данил Круговой в настоящий момент входит в состав национальной сборной России. А ведь это событие случилось совсем недавно. Правильно. Осенью прошлого года, да? Да. Кто больше обрадовался, вы или Данил? Ну, конечно же, Данил. До меня же эта информация дошла уже после того, как это действительно было утверждено. А это легенда или правда, что Данил узнал о том, что его ждут в сборной буквально там за два часа до того, как он должен был быть уже на месте? Да. То есть он позвонил и сказал... Он позвонил и сказал, мам, я собираю чемодан, я еду в сборку. Ну, факт остается фактом. Ваш сын, которому на данный момент 23 года, является игроком сборной России по футболу. Калина Николаевна, а чем вы занимались? Где работали? Работаете? Я... Ну, смешно. Специальность моя по образованию вообще учитель химии и биологии. А что здесь смешного? Это почетно вообще? Нет, это не почетно, потому что я ни одного года не работала учителем. Мне достаточно было пройти практики в институте, после чего я сказала, нет, это не мое, я в школу не вернусь. Вот изначально я хотела быть медиком. Ну, потому что, видимо, мама у меня была медик. Поэтому поступая в медицинский институт на тот период, это было сложно. Ну, в принципе, как и сейчас, да, сложно было поступить. Два года я поступала. В промежутке между поступлениями я закончила педагогические курсы. То есть работала воспитателем. Ну, когда в очередной раз я завалила, ну, я подумала, ну, раз не, нет, пускай будет пед. Ну, пошла в институт Амини Герцена, выбрала самый факультет, где меньше всего было количество баллов. Это была химия и биология. Ну, а потом получилось так, что, заканчивая институт, у меня появился первый ребенок. А потом я пошла в туризм. Я занимаюсь до сих пор. По всем справочным данным, Данил Круговой в шестилетнем возрасте начал заниматься футболом в школе смены, которая после переименовалась в Академию Зенит. Тогда вы насколько далеко от Академии жили? Далеко. Это было на метро минут 40-45. История становления нашего футболиста также была сложная, как, в принципе, наверное, и у всех футболистов, которые начинали это вот с маленького возраста. Футбол у нас был не сначала. Мы пробовали его везде. Как бы занимали и токондо, и всякими баскетболами, плаваниями, да. Но как бы у нас папа был любитель футбола. В юношестве его звали Марадошей. Потому что, когда они играли так же в футбол, он написал на футболке Марадона с ошибкой Марадона. В общем, так прицепилась эта Марадоша. И он мне звонит и говорит, слушай, говорит, в смене есть набор. Давай попробуем. Я говорю, ну, давай. Ну, вот таким образом мы попали. Ну, вы понимали, да, что смена – это такая школа статусная, непростая? Ну, нет, я не понимала. А, не понимали. Поэтому давай. Я говорю, да, ну, потому что надо же было чем-то занимать ребенка. Не занимать нельзя. Надо больше детей нагружать для того, чтобы они поняли для себя, что они хотят. Поэтому мы его загружали всем, чем можно. Ну, мы пошли в эту школу смену на просмотр. Данил поступил с первого раза. Да. Там было три группы детей. Первая, вторая, третья. Мы были в третьей группе. Это самая слабая группа была. Ну, мы недолго там были. То есть способности к работе с мячом у мальчишки появились еще до шести лет. Где-то, да, вот получается? Вы знаете, мне кажется, он родился с этим мячом, потому что у нас мячи везде, всегда и до сих пор. Они в квартире, в машинах, в кроватях. Они везде были. Прекрасно. Сейчас узнаем профессиональную точку зрения о талантах мальчишки. У нас на связи первый тренер Данила Кругового Александр Борисович Колодкин. Здравствуйте. Александр Борисович, конечно, вот сейчас уже всех не упомните. Времени очень много прошло. Но, может, все-таки вы вспомните, как к вам в клуб пришел шестилетний мальчик Данил? Ну, почему же? Я очень хорошо помню, потому что группа подобралась очень сильная. И Даня, это, наверное, был 2006, наверное, год. Пришел мальчик. У нас очень была развита система тестов, просмотров, которые совмещались с играми. То есть мы анализировали, пытались прогнозировать будущее игроков. Даня как раз попал в группу, которая уже полгода занималась. Ему было очень непросто. Но он, вы знаете, если характеризовать его, он был очень такой подвижный. Очень подвижный, роботоспособный. Глаза горели. Все время был в центре событий. И хотя, может быть, умений не хватало поначалу, да, по сравнению с теми ребятами, которые уже там полгода занимались. А может быть, даже год. Но благодаря вот такому упорству и дисциплине он очень быстро стал прогрессировать. И то есть вы уже его переводили из группы в группу, да, согласно тем навыкам, которые он достаточно быстро осваивал. Ну, вы знаете, очень большая роль родителей и мамы в том числе. Потому что на тренировочный сбор он попал в самый последний момент. То есть у нас было одно место. И, в общем-то, вроде как мы уже кому-то отказали. И вдруг подошла Галина Николаевна, да, и спросила, а есть ли место. И вот так он попал вот в эту обойму. И за лето так себя хорошо проявил. И из третьего состава был переведен в первый. И, в общем-то, уверенно, в дальнейшем прогрессировал. Галина Николаевна, одно место, да? Представляете, это какой-то прям такой момент. Очень знаковое, я считаю. Именно, да. Вот именно родительское вот такое бывает, да. Кто-то бы из родителей постеснялся. Галина Николаевна проявила инициативу. В общем-то, и получилось очень замечательно. А могло бы быть все по-другому. Это правда. Вот роль мамы называется. Александр Борисович, а вот как вы думаете, детский тренер для мальчишек, он должен быть строгим наставником? Или вот важно иметь такие теплые, чем-то домашние отношения? Как у вас было? Сейчас всегда был очень важен индивидуальный подход. Потому что дети разные. Но в основном они, конечно, любят похвалу, поощрение. Ну а если, скажем, какие-то проказы, то здесь, конечно, так надо именно не ругать, а направлять. На примерах. Даня, кстати, был один из тех ребят, который был очень дисциплинирован и воспитан. Может быть, иногда и не хватало ему вот этой наглости в игре игровой, я не имею в виду, да? То есть поначалу. Но вот эта дисциплина, привитая дома, она очень хорошо проявляется на злу. Калина Николаевна, а что рассказывал Даня, когда возвращался после сборов? Как их там? На самом деле мы никогда об этом не говорили. Я просто хочу выразить благодарность Александру Борисовичу. И, конечно же, его жене Светлане Васильевне. Они были всегда вместе. И поэтому, когда мы отправляли детей куда-либо, это были заграничные командировки, либо это сборы, либо это были лагеря, мы были абсолютно спокойны, что дети наши будут... Под присмотром. Под присмотром, да. Под надежным крылом, да. Да, да, да. То есть это была такая, как вторая семья, что ли. Александр Борисович, а у мальчишек вот с детства возникает конкуренция внутри команды? Ну, поначалу ребятки не совсем понимают, что, допустим, в группе 18 игроков, получается, поначалу четверками играют, потом шестерками, восьмерками. И получается какая-то субординация, да. И при выезде на какие-то турниры, а ведь мы через 2-3 года стали выезжать на серьезные международные турниры. И вот поэтому они уже понимают и начинают хотеть играть больше игрового времени, успешность их проявляется, и они начинают конкурировать и понимать, что, ну, и родители, конечно, иногда создают вот такую атмосферу конкуренции, да. То есть говорят, например, не отдавай ему передачу, а то его будут ставить, да, ты не будешь голов забивать. И поэтому бывает вот такое. Нет, я такого не говорила. Нет, ну, очень интересно было следить за его прогрессом. И вот мы часто ездили как раз в Подмосковье на бронице, на базу сборных России, проводили там сборы, играли с московскими командами, накапливали опыт, в хороших условиях играли. И вечерами я показывал им футбольное видео на большом экране, да, то есть каждый день были великие, скажем, футболисты. И передание я, в общем-то, показывал все время Роберто Карлоса, левого защитника, полузащитника сборной Бразилии. Это который, по-моему, развивал невероятную скорость на поле, да, когда бегал. Да, да, да. И вот я ему ставил пример, каким надо быть. И вот сейчас то, что я вижу на футбольном поле, какие-то черточки этого великого футболиста, не хочу перехваливать, но что-то немножко присутствует. Вот эта скорость, это напор, мощь, это вот эти удары по воротам. Ну, пока, конечно, они не Роберто Карлоса. Но, представляете, такую параллель могу, я не знаю, помнит он или нет, но вот я как бы этого игрока великого ставил ему все время в пример и показывал, как ты должен действовать. И вот эти сейчас его рейды по флангу, вот эта мощь, это вот что-то немножко оттуда, от детского его восприятия, может быть, он как бы вот это запомнилось у него. Александр Борисович, спасибо вам огромное. Очень интересно было, очень приятно было с вами поговорить. Еще раз отметим, что это первый тренер Данила Кругового, Александр Борисович Колодкин был у нас в эфире. Побольше бы таких тренеров до большему количеству молодых начинающих футболистов. Спасибо большое, Александр Борисович. Спасибо, до свидания. Спасибо, спасибо, до встречи. Мама знает все. Галина Николаевна, а теперь вернемся все-таки к тому моменту, о котором немножечко уже такой был небольшой вброс. Музыкальная школа. То есть помимо футбола была еще музыкальная школа. По классу фортепиано? По классу фортепиано. Но это вот наверняка ваша прихоть была, чтобы сын еще и в музыкальную школу пошел. Нет, это не моя была прихоть, это прихоть и желание нашей бабушки и прабабушки. Да, они очень хотели, чтобы мальчик был... Всесторонне развит. Всесторонне развит, да, чтобы умел слушать музыку в то же время и воспроизводить ее. Мы закончили 7 классов на период... То есть это же полный курс детской музыкальной школы, 7 классов. На период окончания музыкальной школы, музыкальная школа прибавила еще 2 класса. И когда ему встал вопрос с Даней, я говорю, Даня, я говорю, еще 2 класса? Он говорит, нет, мама. Все. Было обидно, что, закончив 7 классов, мы получили обыкновенную справочку. Да, ни диплом, никакой вот от этой музыкальной школы. Вот это было обидно. Эта программа «Мама знает все». Тут рассказывают о своих детях и гордятся ими. Погружаться в эти эмоции очень приятно. Но сейчас у нас небольшой перерыв. Продолжим скоро. Как воспитать чемпиона? Мама знает все. И расскажет на Авторадио. Чемпион страны в составе команды «Зенит». Дважды обладатель суперкубка с тем же «Зенитом». Данил Круговой сегодня в центре нашего внимания. Мы встретились с его мамой Галиной Николаевной и расспрашиваем ее. А она нам любезно отвечает. Мама знает все. Это проект Российского футбольного союза при поддержке «Газпромбанка». Мы продолжаем. Галина Николаевна, а ведь ваш сын – это тот самый круглолицый серьезный мальчик, которого на поле за руку выводил Андрей Аршавин. Или это Круговой выводил Аршавина за руку на матч Кубка УФА? Как тут правильно расставить акценты? Давайте вы уж нам расскажите. Вы знаете, наши дети всегда выводили «Зенит». Они были как эталонам, что ли, да? И вот, да, в один прекрасный день Даня вывел Аршавина. Он вывел Аршавину. Интересно, что оба футболиста года два, наверное, назад представили в своих аккаунтах в соцсетях этот кадр. Аршавин подписал с Кругом, когда он еще верил в Деда Мороза. А Данил ответил с Шавой до того, как он стал практиковать стендап на Матч ТВ. Галина Николаевна, вы вообще, в принципе, этот момент помните, когда вот ваш сын выводил за руку Аршавина на поле? То есть вы были на стадионе в этот момент? Обязательно. Рассказывайте. Я уже толком-то вам не расскажу, потому что мы были на всех играх, да, и на всех стадионах, где играли наши дети. На тот период еще же Андрей был не таким знаменитым. Не таким еще Аршавином. Да, не таким еще. Ну, такой Аршавин, как Аршавин. Да, да. Вот. И как бы наши детки их выводили. Было очень приятно смотреть, что именно наши дети выводят «Зенит». Наш год, вернее. А есть у него в целом футболисты, на которых Данила хотел быть похож? Ну, наверное, если я не ошибаюсь, ему всегда нравился Марсел. Да, я тоже что-то слышала в его интервью. Мне кажется, да. Из-за его стиля игры, наверное. По-моему, Данил говорил, что что-то у них есть в стилистике похожее. Может, да. А мы вот уже обсудили, что до футбола Данила занимался и баскетболом, и борьбой. А кто в итоге окончательно и бесповоротно привил ему любовь к футболу? Папа? Папа? Он тоже футболом занимался, да? Ну, он любительским футболом занимался на уровне школы, я не знаю, дворов, как-то вот так вот. Ну, да. А болел, конечно же, за зиму. Конечно же, конечно же. Ярым фанатом был, ходил на стадионы, на матчи? Ходил на стадионы, наверное, по молодости. Когда мы уже, ну, как бы из Даньки были, потом ходил он опять-таки. Ну, да. Отец мечтал о ярком футбольном будущем своего сына, но, увы, не застал тех моментов, когда у Дани стало получаться, когда карьера в футболе стала очевидной. Далина Николаевна, что случилось с вашим мужем? Простите, мы зададим этот вопрос. История умалчивает. До сих пор... Ну, его нет. Его нет, его нет в живых, и прошло уже где-то порядка девяти лет. Девять лет. Девять лет его нет. А сколько было тогда Данилу, когда не стало папой? Это был 2013 год, 15 лет. 15 лет мальчишке было. Это самый такой серьезный, ну, как бы, возраст, когда папа нужен. Да. Данила рассказывала, что ему даже приходилось к психологу обращаться, да? Вы знаете, да, и к психологу, и, как бы, когда это случилось, я просила ребят, чтобы они... Помогали. Помогали. Да, это было очень сложно, потому что мальчик замкнулся. Это была долгая история поисков нашего папы, и потом, когда это случилось, ну, как бы, все жили надеждой, да? Что он найдется, что все будет... Да. Ну, не получилось этого, да? Да. И мальчик ушел в себя. Мне было страшно, он молчал, он не разговаривал. А я просила ребят, ну, как бы, разговаривать с ним, вытаскивать его всегда, никуда-нибудь. Ну, благодаря, наверное, ребятам, семье. А ребята, то есть это из команды, мальчишки-футболисты тоже, да? Да, да, да. Он уже был тогда, учился именно в школе смена. У них очень был хороший класс, дружный класс такой. Потом все стабилизировалось. Потихонечку. Да, наверное, вот юношу спасало стремление... Вы знаете, да, наверное, скорее всего, если бы это не было бы желанием, да, заниматься данным видом спорта, он ушел весь в футбол. Он ушел, да. Это же был еще сложный год, потому что это было окончание девятого класса. Там же экзамены. Там же еще дурацкие экзамены. Геа какая, да? ОГЭ, да. ОГЭ, да. Да, и поэтому, как бы, переживаний было куча. Да, и за сдачу экзаменов, и за психологическое настроение ребенка. Ну, мы, слава богу, это все пережили. Все вместе. Ну, и, кстати, о тех мальчишках, которые были рядом, которые помогали, которые разговаривали, я думаю, вот мы сейчас... Да, сейчас к нашему разговору предлагаю присоединить друга Данила с детства, Василия Запрягаева. Василий, привет. Здравствуйте. Василий, ну, рассказывайте, с чего началась ваша дружба с Даней? Наверное, с 10 лет, так как мы играли в одной команде в Академии зенитов. Там, получается, первый раз мы познакомились. Какой Данил сын и футболист мы сегодня так вот потихонечку узнаем, а вот какой он друг? Слушайте, я вот вам могу сказать, что Даня очень добрый, отзывчивый, всегда готов на помощь прийти. Василий, а вот насколько, например, Даня внимателен к событиям, которые происходят в жизни друзей, к вашим событиям каким-то там? Насколько следит за тем, что там у вас важного происходит? Да, вот знаете, я вам приведу пример. У меня вот летом случилось, получил травму крестообразных связок. Это очень, ну, я думаю, спортсмены, футболисты меня понимают, насколько это тяжело. Вот, и Даня один из первых, кто поддержал трудную механизм, предложил свою помощь. Перевез меня к себе, я жил там первые месяцы у него, потому что я практически не мог передвигаться на костылях. Он ехал на свою тренировку и как раз по пути меня завозил. Поэтому я очень ему за это благодарен. И вот он один из тех, кто вот помог мне в трудную минуту. Какой мой отец. Очень хорошо. Настоящий друг. А у него были такие ситуации, когда понадобилась какая-то ваша поддержка? Конечно, Даня, знаете, вот особенно на первых порах, когда он перешел в «Зенит», было не так много игрового времени. Даня, знаете, очень переживал по этому поводу, да, потому что он, ну, хотел играть, и я старался, как мог, вот его, знаете, какими-то словами мотивирующими, поддерживать. И как мы видим сейчас, что Даня заслужил место в стартовом составе, и он сейчас бороздит эту левую бровку. «Зенит» приносит очки команде, зарабатывает баллы для себя, там, голевые передачи, голы. И «Зенит» идет к своему очередному чемпионству благодаря вот данным действиям. Василий, а вот теперь про хорошее. Есть ли у Данила прекрасное настроение, он радуется? Как он себя ведет? Не знаю, может, подарки дарит, в клубы ходит, песни поет, он, мы знаем, вечеринки устраивает. Да, вечеринки устраивает. Как он радуется? Слушайте, да, Даня, когда команда ваирает, конечно же, он очень доволен, да, у него хорошее настроение, там, ну, особо никаких, прямо, знаете, там, по клубам никаким не ходит, он, в принципе, профессионал. Открою вам сейчас тайну, не тайну, у Дани свой домофизиотерапевт, и Даня сразу вот после игры у него восстановление идет. Хорошо, мы продолжим свой, значит, уборозить по, значит, это самое, по стереотипам. Надо же проверить их и опровергнуть по отношению к Данилу Круговому. Вот успешных футболистов еще часто ассоциируют с чем? С дорогими машинами, с брендовыми вещами, с люксовыми аксессуарами. Для Данила, насколько вы важны вот такого рода материальные ценности? Знаете, я думаю, что каждый человек хочет в своей жизни, да, в дорогих вещах походить, и там, как вы говорите, дорогую машину, тогда, в частности, Даня, да, если он этого, ну, достиг, я думаю, что почему бы и нет, почему он не может себе купить, там, какую-то, там, дорогую вещь, или, там, скажем, там, дорогую машину. И я считаю, что он это заслужил своим трудом, он прошел большой путь, и я думаю, что Даня это, вот, заслужил как никто другой. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Да, Галина Николаевна, какие замечательные слова. Да. Вот что значит, когда окружение, когда вообще люди, когда они уже дружат, когда они где-то на одном уровне находятся, это очень все слышно и очень все чувствуется. Спасибо еще раз большое, мы говорим другу, Василию запрягаю, Василий, вам тоже огромная удача, здоровья, конечно же, берегите себя на поле, и успехов, успехов, успехов. Спасибо, спасибо. Да, спасибо вам большое. Галина Николаевна, до свидания. До свидания. До свидания. Мама знает все. Данил отучился в футбольной школе, и что было потом? Он попал в молодежный состав, да. Зенита. Зенита. На тот период они подписали первый контракт с молодежкой. И на тот период уже папы не было у нас. Ко мне стали подходить всякие люди, типа агенты, наверное. А так как всем этим занимался папа, а я был пассивный такой, да, следила только там, ездила на, ну как бы я активно ездила на все игры, я смотрела, да, мне нравилось. Я не понимала ничего. Я знала, что у меня ребенок играет с левой стороны, да, я знала, что он защитник, да. А вот эти всякие оффсайды, для меня это было так, а, непонятно. Это все неважно. Вот он играет, я его вижу хорошо, да. Вот, и когда стали подходить вот эти все люди, там, типа, ну вот надо вашему ребенку. Агенту, менеджеру. Агента, менеджера, там, и все остальное. И, опять же, свою роль тогда сыграл Александр Борисович. Ну, с кем я был? Голодкин, да, уточним, первый тренер. Да. Я тогда ему позвонила и спросила, говорю, Александр Борисович, как жить? Что делать? Как быть? Да. Ну вот, вот, идут предложения. Он мне сказал, Галина Николаевна, у него есть действующий контракт. Пускай он работает, стремится и показывает себя. Это была, наверное, решающая точка, ну, когда я немножко вот как бы успокоилась, да. Потом был дубль «Зенит», «Зенит-2», так называемый, да? Да, да. То есть, по сути, он как бы вот эти все стадии поступательно прошел? Мы прошли все ступени, начиная от малявочек, да, и заканчивая уже юношкой. То есть «Зенитом» пропитана вообще каждая клеточка? Абсолютно, абсолютно. Понятно. Я так понимаю, что вы все время были рядом и практически на всех играх его тоже присутствовали. Да. А вы вообще атмосферу стадиона любите? Очень. Да? Да, только я сейчас туда недопустима. Почему? Потому что он говорит, что «Мам, я тебя чувствую на поле, я буду нервничать, смотрю лучше по телевизору». Это когда это началось? Это началось, когда он уехал в Уфу. Естественно, я в Уфу уже не могла ездить на игры, понятное дело, смотрела по телевизору. И когда вот он опять вернулся сюда. А тайком не правда? Я тоже очень хотела тайком. А потом, вы знаете, ну все-таки, наверное, связь между сыном и мамой, она все-таки существует, она есть. Ну зачем я буду испытывать судьбу? А вдруг я приду на... То есть он связал это, да, что когда вы присутствуете на стадионе, что он вот это тоже какое-то вот поле это, понимая, психологическое поле, вот это как раз связь. И это в какой-то степени его отвлекает от игры и ему не дает полностью отработать. А он об этом сказал даже вот буквально вот уже, как сказать, в зрелом возрасте. Говорит, я не любил, когда вы с папой приходили на игры. И всю жизнь молчал, да? И всю жизнь молчал, да. Поэтому сейчас, да, вот это табу мне очень хочется. Ну у меня дочка сейчас ходить стала. А, ей пока можно? Ей пока разрешено. А вам по телевизору не то смотреть, да? Ну, конечно же, я смотрю телевизор. Конечно, я смотрю. А что делать? Я смотрю телевизор. Если я в дороге, я смотрю в телефоне. Я слушаю это постоянно. Радио «Зенит». Все шло поступательно. Футбольная школа «Зенита», «Молодежка», затем «Дубль», то есть «Зенит-2». Следующий этап, логично предположить, основной состав «Зенита». Но на эту ступеньку Данилу Круговому с первой попытки взобраться не удалось. Поэтому он уехал играть в Уфу. Впрочем, подробнее об этом поговорим с мамой чуть позже, буквально через несколько минут. Мама знает все на Авторадио. Данил Круговой. Футболист, который играл во всех лигах России. Он прошел все. Сейчас, как мы уже говорили, он играет в основном в составе «Зениты». Его вызывают национальную сборную. И вообще, внимание к этому игроку довольно пристальное. Мы продолжаем программу «Мама знает все». Проект Российского футбольного союза при поддержке «Газпромбанка». С вами Катрина Гайсина, Татьяна Гордеева и мама Данила Кругового. Галина Николаевна. Галина Николаевна, есть такой момент, который, как мне кажется, тоже очень характеризует Данила как мужчину, как настоящего футболиста, который готов и к победам, и к поражениям. Не так давно Данила принес извинения болельщикам за нереализованное пенальти в матче 1-4 финала Клубка России против Владикавказской Алании. Я процитирую, если вы не сражаете. Это слова Данилы. «Хочу извиниться перед каждым из вас. Увы, но такое иногда случается. Спасибо каждому за поддержку». Это адресовано к болельщикам. Вот, Галина Николаевна, вы как считаете, болельщики жестокий народ? Сегодня люблю, завтра ругаю? Вы знаете, наверное, есть и настоящие болельщики, то нет. А есть же диванные болельщики, которые перемалывают и роются в грязном белье. Поэтому я думаю, что настоящие нет, они понимают вообще все. И переживают. И переживают тоже, в том числе, конечно же. Поэтому даже вот эта последняя игра, которая была с Аланией, в принципе-то она шла-то и неплохо. И все было бы хорошо, если бы. Но я не люблю вообще смотреть пенальти. И мы сидели с подругой, смотрели. И когда началась вот эта пенальти, серия пенальти, да. Она смотрела. Я только слушала, кто. И она мне такая, Галя, Даня. Даня мой пенальти никогда не бил. Для меня это было очень страшно. Ну, вот оно как получилось, к сожалению. Ну, ничего, ну, на что? Один из игроков эпизодов. Конечно же. В огромной, в большой карьере твой болельщик. Естественно. И этому тоже надо учиться. И к этому надо стремиться. И значит, мы будем бить пенальти дальше. А вы, если продолжать про болельщиков, вы когда-нибудь лично сталкивались с какой-нибудь негативным выпадом со стороны болельщиков? Чтобы вот что-то вы заметили, какой-то факт. Не дай бог, что даже, может быть, в вашу сторону или в сторону вашего сына. Чтобы вы были личным свидетелем этого. Нет, у меня такого не было. Ну, вас теперь и на пульт не пускают. Я же за пуль. Продолжим изучать биографию вашего сына. После футбольной школы, игры в молодежном составе и в команде «Зенит-2» Данила уехала в Уфу. Вы тогда были расстроены тем, что не сразу удалось попасть в основной состав «Синий-белый-голубых»? Слово «расстроено» — это не то слово. Я об этом узнала практически как на сборы. Он мне поставил перед фактом и сказал, «Мам, я уезжаю в Уфу». Ну, что такое? Ребенок, который всегда с тобой, он уезжает куда-то в Уфу. Для меня это было, конечно, шок. Но это вы больше расстроились из-за того, что он далеко уехал. А не было именно расстройства из-за того, что не попал в основной состав «Зенита» у вас, у него, быть может? У него, конечно же. У него, конечно же, было расстройство. Я тоже расстроилась, естественно. Но больше вас удручал тот факт, что он уезжает. Да, что он уезжает в Уфу. Да, по мне так было, что вот он как-то рядышком, да, и вот хорошо. Вот он рядом, под моим крылом. А там вот он один. Как он? Это первый раз, когда ребенок от меня уехал. Итак, футбольный клуб Уфа. Город Уфа. Столица Башкортостана. Вы там бывали? Конечно. Переезжать не планировали? Вы знаете, мне очень понравился данный город. Конечно, первая поездка туда у меня была не очень приятная. Мне был звонок и сказали, Галина Николаевна, надо что-то делать. Даня депрессует, у него растет вес, жировой коэффициент. На тот период я работала на двух работах, потому что, ну, как-то надо было растить детей, да. Ну, данный звонок решил все. Я написала заявление и сказала, мне абсолютно все равно, уволите меня, не уволите. У меня проблемы. На следующий день я была в Уфе. Город прекрасный. Люди прекрасные. Мне очень понравился. За неделю, которую я там пробыла, мы сделали максимум всего, что можно. Ну, когда ты приезжаешь в дом к ребенку и видишь, что если у ребенка депрессия, то, соответственно, и дома депрессия тоже, да. Когда ты видишь пустые холодильники, да, и вот это плохое настроение. А за неделю мы восстановились, мы сходили также к психологу, к диетологу, нам расписали план питания. За тот период, пока я там была, там было несколько, по-моему, два выезда. То есть, ну, в принципе, как бы времени для общения было не так много, но когда мы общались, мы очень много ходили. Когда он был дома, он приходил с тренировок, у него была дома сауна, я его выпаривала, как говорится. Топили жир. Плюс организовывали правильное питание, соответственно. Естественно. Когда мама уехала, уезжала. Сладильник был забит. Продуктами, готовыми котлетками, которые надо было только доставать, разогревать, жарить. Конечно же, сердце не на месте было, естественно. А сколько вот нам пробовали? Неделя. Неделя. За шесть дней. Да. За шесть дней. И за шесть дней такую грандиозную работу провести, что, в принципе, повернули уже тогда в нужную сторону. Да, ну и потом, когда появился у них новый тренер, Евсеев, наверное, может быть, с его подачи. Вадим Евсеев, да? Да, да. Даня как-то стал вот... Нет, он не то, чтобы... Он, да, потом заиграл там. Он сказал, говорит, мам, мне все равно, где играть, я буду играть за молодежь. Он играл за молодежь. То есть я уже по разговору, по голосу его слышала, что ребенок мой оживает. Да, он встал на путь такой, да, он стал как бы правильно питаться, он стал бегать, играть, да. Он не может не играть. Для него это, ну, как бы нехорошо. Вот, а потом, когда появился данный тренер, мы стали как-то вот играть уже. Он был очень серьезный на его левой стороне, ну, соперник назовешь его, да, в команде был Боян Йокич, который тоже был на кого равняться. То есть я так понимаю, что... Не понимаю, да, я видела, как мой ребенок учится на фоне тех же спортсменов, которые старше его. То есть он перенимал у них опыт как-то. Он воспитывал свой характер. Ну, он двигался потихонечку вперед и там, в том числе. Слушайте, ну, потом-то все пошло нормально и с весом, и с игрой, и с настроением, и с питанием. Да, да, да. Все хорошо. А вы как вернулись? На работе у вас все нормально было? Ну, а ничего не оставалось принять меня обратно, какая я есть. То есть мама съездила, быстренько спасла сына, вернулась к своим нормальным рабочим обязанностям. Прекрасно. Так, смотрите, ну, то есть после этого момента, я так понимаю, вообще, в принципе, Данила абсолютно ушел на правильное питание, на ЗОЖ на полный, там, да, левье он не елся и так далее и тому подобное. Ну, там еще он, конечно, не очень на правильном питании был, все равно, да, это сейчас он такой, господи, я не знаю. А сейчас прямо строго? Вообще, да, очень, да. И никаких послаблений? Ну, может, когда-нибудь он там всегда дает послабление, но вот почему-то как-то вот, когда я его вижу, у меня даже порой... И когда хочется накормить чем-нибудь вкусненьким, да, а он отказывается? Ну, он не отказывается, от маминого борща никогда не отказывается. Понятно. Галина Николаевна, давайте вот вернемся в тот период, когда Данила грустил в Уфе, и он от одиночества, видимо, купил себе собаку, Джек Расселл. Нет, это было дальше, это когда мы уже встали на путь истинный, когда у нас было все замечательно. То есть не от грусти появилась собака? Не от грусти появилась, нет, ну, может быть, она и от грусти появилась, он мне звонит как-то, говорит, Мам, мне так плохо одному, я решил, и тут у мамы падает сердце. Я думаю, сейчас он скажет, я решил жениться. Но пронесло, слабо тебе. Он сказал, мам, я решил купить собаку. И он мне говорит, а что купить мопса? Думаю, нет, надо как-то это, сменить породу. Ну, я ему стала кидать там вот Джек Расселл, там, да, недолго длилось выбирание собаки. На следующий день фотографии, ну, там кто-то шел с мордашкой Джек Расселл. Какая милашка, коммент, да, ну, и звонок. Мам, ты дома? Я говорю, дома. Он говорит, включи видеосвязь, включаем видеосвязь. И я вижу вот это чудовище, Джек Расселл. И вот моя вторая поездка как раз была в Уфу, ну, за этой собакой. Это через сколько вам пришлось разобрать? Ну, если вот он осенью ее взял, а я ее забирала весной. Воспитания было ноль, никакого. Была собака приучена к кровати, теперь ее вообще, в принципе, не отучить. Она спит в кровати. То есть, ну, вот собака была предназначена сама себе. И когда он уезжал на сборы, он сказал, говорит, мам, что-то надо делать с Брюсом-то. Ну, и опять, что, надо маме ехать. Ну, то есть собака живет у вас теперь? Конечно. Мама знает все. Удаляемся на перерыв. Вернемся очень скоро. Продолжаем разговор. Наша программа создана по инициативе Российского футбольного союза при поддержке Газпромбанка. Данил Круговой. Он же Дензел. Он же Круг. Просто Круг. Вопрос Галины Николаевны. Как вы относитесь к тому, что у вашего сына на игровой майке напечатано Круг? Вы знаете, я... Не обидно вам, что секвестировали родную фамилию? Конечно. Я ему тоже говорила, почему не фамилия Круговой? Ты должен быть Круговой. Он говорит, мам, ну вот я хочу быть Круг. Ну, хочешь быть Круг? Ну, это же не в честь какого-то известного. Нет, конечно же, это вообще... Это вообще... Ветер Северный, это там, Централ, вот это все. А его давно так называют? Он же апеллирует постоянно к тому, что он меня давно так себя называет. Насколько давно? Ну, как бы, когда вот они играли в смене, да. То есть с детских времен практически. С детских времен, да. Когда они маленькие были, его звали каким-то медвежонком, потому что он, видимо, был круглый такой вот медвежонок. Потом вот он стал Кругом. И вот так, наверное, Кругом и остался. А номер на майке у него какой? Четверка. Где-то читала, что он хотел заменить на 98-й. Это почему? Ну, потому что 98-й у него год рождения. Он считает, что это счастливые цифры его. У него в телефоне там 98-98. У него на машине там 98. Ну, номер региона, опять-таки, да, тоже здесь петерский. Поэтому, да. Прическу перед выходом на поле он сам делает или укладку делает в салоне? Вы знаете, по поводу причесок, да, он следит за своей головой. Ну, я не знаю, делает ли он перед игрой прическу. Но то, что он с прическами всегда, это да. Вообще за своей внешностью следит? Потому что, ну, футболисты, вот насколько я, например, да, наблюдая моменты, они сейчас очень трепетно относятся к своей внешности. Ну, потому что публичной личности, опять-таки, да? Конечно, следит, конечно. За внешностью, за одеждой, да. Дальше на повестке дня тату. С вашего одобрения они появились на теле кругового? Нет, конечно же. Не спросил, да? Нет, он спросил, когда он делал маленькую такую козявку какую-то. Мам, я хочу сделать тату. Ну, видимо, тогда уже делали все тату. Ну, не помню, какие-то китайские иероглифы были нарисованы. Я говорю, ну, сын, ну ничего красивого. Ну, потом мы решили... Ну, сейчас у него уже... Как следует красиво сделать руку. Я всегда против. Да, категорически. Категорически. Он всегда говорил, мам, ну, я же уже взрослый, я же могу делать то, что я хочу. Ну, сейчас уже много татуировок. Нет. Или только рука. Рука и там что-то на ноге. Он хотел сделать спину. Но тут мама сказала. Я говорю, сын, я говорю, давай не надо. Ну, я думаю, что это давай не надо, ненадолго. Понятно. Но смысл, эстетика этих тату вам понятна? Или вы вообще это не приемлете? Ну, как бы... Мне единственное, что, конечно же, удивило, когда он набил дату рождения мою и дату рождения отца на руке. Но тут уже символы понятны. У него тигр, наши даты рождения, какой-то ангел-хранитель, какие-то розочки там тоже присутствуют. Ну, это же надо читать. Это же люди, которые в этом понимают. Они, наверное, это читают, да? Для меня, конечно, было очень удивительно, что там есть мы с папой. Хорошая левая нога. Так говорят про Данила Кругового в футболе. Галина Николаевна, а у вас вот Данила всегда был левшой? То есть он левша и на поле, и по жизни? Да, он левша на поле, и по жизни. С самого детства? Да. Да, и мы не переучивали его. На тот период уже говорили, что писать надо правой рукой. Ну да, нас в школе переучивали. Да, мы не переучивали, нет. Он был всегда левшой. Не все равно показалось, как можно писать левой рукой. Рисовать левой рукой. Да, да. Кушать левой рукой, да? Кушать он разными руками. Ему абсолютно все равно, чем кушать. Галина Николаевна, сколько стран посетил ваш сын благодаря футболу? Ой, я не знаю, очень много. На карте не отмечали? Очень много, да. Нет, я сначала пыталась как-то, да, а потом нет. Это постоянно. Я говорю, господи, сын, ты уже полмира объехал. А они вообще, игроки успевают видеть странные города вот на этих вот? Когда они там были в Англии, я говорю, ой, я говорю, сын, я захочу в Англию. Я говорю, красивый город. Он говорит, ага, мам, сейчас я тебе из окна его сфотографирую. Ну, даже из окна он сфотографировал, город был красивый. А в какой стране он хотел бы работать? Если мы сейчас представим, что сейчас не нынешнее время, а время, когда есть возможность выезжать, выбирать и так далее. Ну, честно, я не знаю, в какой бы он в стране хотел работать. Не знаю, мне всегда импонировала Испания почему-то. Марсел опять кем, да, мы вспоминаем? Ну, да, наверное. Наверное. Данил Круговой уже чемпион страны. Что вы лично, как мама, хотите для него в дальнейшем? Ну, я только хочу продвижение дальше, чтобы он не останавливался на месте. Ни в коем случае. Надо работать, работать. Двигаться вперед, потому что век футболист короткий. И надо сделать еще очень много. То есть он неизвестный футболист. Я хочу, чтобы он известный футболист. Чтобы наша фамилия зазвучала. Вот. Ну, поэтому работать надо ему. Пускай стремится. А в вашем понимании, когда вот время жены и деток? Не знаю. Ну, смотрите, 23 года сейчас, да, парню? Вот с вашей точки зрения, вы же человек тоже, который практически полжизни в футболе, да, находите. Вы же во всем разбираете, вы все понимаете. Я думаю, теперь вы же и с офсайдами разобрались, и со всеми там, да, другими правилами в футболе. По вашему мнению, во-первых, сколько ему еще стоит играть, вот именно как раз с конкретной игровой практикой, и вот если говорить не общими фразами, что расти и расти, а на что возможно сделать опору? А, ну, играть, он пускай играет столько, сколько ему позволяет здоровье, да, желание, а желание у него есть, у него... Он никогда не уставал от футбола? Мне кажется, нет. Вообще никогда. От слова совсем. По-моему, для него футбол это все. Пусть мальчик играет, движется вперед, что дальше, как оно будет, ну, я не знаю. А по поводу какой-то параллельной специальности, дополнительной профессии, образования, бизнеса? Мы закончили, опять же, институт Лесгов-то, да, в факультете физической культуры, и у нас отделение футбола, да. Я ему тоже говорю, может быть, еще какое-нибудь высшее образование, ну, какую-нибудь другую сферу. На что он мне сказал, говорит, мам, когда я учился в школе, ты мне говорила, хоть бы ты закончил школу. Я закончил школу. Потом, когда закончил школу, ты сказала, ну, надо поступить в институт, потому что высшее образование в наше время все... Я поступил в институт. Сейчас я закончил институт, и ты говоришь, может, пойдем дальше? Нет, мам, дай я сейчас немножко отдохну. Я пойму, что я хочу, и вот дальше я потом буду, ну, как бы двигаться дальше. Поэтому, когда это его дальше будет, непонятно. Ну, все-таки я вот опять еще раз вас сейчас послушала, насколько вы для него значимый человек, и насколько он прислушивается к вашему мнению. Если только, в принципе, сейчас, будучи уже совсем взрослым человеком, он позволяет корректно вам ответить, что, мам, может быть, все-таки я вот уже, да. А так получается, мама, ты хотела, и я сделала. Мама, ты хотела, и я сделала. Послушный, любимый и влюбленный сын. По-моему, это прекрасно. Я хотела, знаете, с вашего позволения процитировать еще один момент. Это тоже слова Данила. Итак, я хочу развиваться как футболист. Уже не хочу дорогие машины. Мне это уже не надо. Хочу обеспечить свою семью, чтобы мама была счастлива, чтобы у нее все было. Купить ей, как она хотела, домик, а потом дальше двигаться в нужном направлении. Вы же слышали, да, эти слова? Вы же видели эту цитату? По поводу домика. Да, это давняя история, когда он еще был маленьким. Но папа почему-то безумно верил в него, да, что оно так и должно было быть, а иначе не могло быть, да. Он должен расти и должен быть футболистом. И он все время говорил, вот, сын, будешь когда футболистом, купишь маме домик в Испании, а я очень хочу на поле жить. Он говорит, купишь маме домик в Испании, будем мы там жить, а ты к нам будешь в гости приезжать. Вот домик, наверное, отсюда. Вот, но, конечно же, на сегодняшний день сын мой, моя надежда и опора, да, да, конечно же, он старается делать все, чтобы маме было легко жить. Маме делает подарки, он заботится обо мне, он лечит меня. Ну, как бы вот так вот, да. Это здорово. Мама знает все. На этом наша программа завершена. Все выпуски программы «Мама знает все» доступны на подкаст-платформах. Яндекс.Музыка, Apple подкасты, подкасты ВКонтакте, а также на сайте авторадио.ру. Галина Николаевна, спасибо вам огромное. Спасибо за то, что пришли, спасибо за вашу открытость, за вашу эмоциональность, да, за такие интересные истории. Да, правда, было очень трогательно, интересно и весело, да, в общем-то, прикоснуться к истории вашей семьи. Уникальный, замечательный. Огромный привет Дане. Ну, и еще раз вам спасибо, Галина Николаевна Круговая была сегодня у нас в программе. Спасибо вам. Спасибо, до свидания. Мама знает все.